Вчера 3 января 2018 года, у нас вчера была среда, приходит Володя и говорит, к Надежде Васильевне там приехали какие-то родственники. Я подумал, что Ольга приехала. Какая родственница, она спрашивает, а другая. Я знаю их отношения, как они боятся, что... И вдруг приходит и говорит, чтобы кто-то сказал из вас, что пришли и сняли, то есть засняли. Тогда это не старообряд. Я так и толком не мог узнать, кто это был. Рассказывай, кто был в гостях. Вот у меня на этой неделе приехал племянник. Приехал с женой и с тремя ребятишками. Я их тебе отправил, ты там покормил, у тебя стол с двух сторон помещается, я их никогда не скрываю. А твои гости приезжают, они заходят, уезжают, я даже знать не знаю. Неоднократно это было. Я тебя выговаривал, как-то хотя бы зашли, поздоровались или чего-то. То есть разные отношения. Кто был-то? Ну, это дочь Сергея, племянника моего. Так тебе она кто будет? Ну, не знаю кто, внучка, что ли? Внучатка, значит. Так, а с кем она была? С подружкой своей. Подружкой. Так, а кто это придумал, чтобы пришли и их поснимали? Ну, они были не против. А Ольга, которая в лагере у тебя была? Ну, это ладно, ладно. Она рассказывала. Она не против была. Это она только не против, потому что она не знает, что такое, когда заснято будет. А она все ролики смотрит. Она все время... Она смотрит дома. Все ролики дома смотрит, да. Она смотрит дома. Сергей, вот так сказать, Саша кто ей будет? Брат. Брат родной. Они все старообрядцы. И вот смотри, Саша приехал туда. Я... Стадо выгоняют, а он меня не веет. Я уже стою, он выходит, а я уже снимал стадо коров. Он меня увидел, за корову прячется, чтобы его не увидели. Почему старообрядцы сказали, от причастия отлучат. Причастием попы играет везде. У старообрядцев это мертво. Никуда не ходить. Главное, все эритики, то есть снобизм стопроцентный. Никуда нигде не заходи. Никому не ходи, там, ну, как шульха на рук свой, старообрядческий. Мимо храма Никонянского, там, плюнь на него, вроде для этого уже. Они ничего нигде не теряют. Потому что терять им нечего. Главное, ни с кем не встречайся, нигде не будет. Вот здесь он пришел со своим отцом. Сергей, это его отец. Да. А Сергей тебе племянник. Да. Так, и он стоял вот здесь вот, а я вышел сфотографировать. Он из армии вернулся. Он сразу раз за отца. Здоровый, крепкий мужик, все нормально? Объясни мне, что это означает? Он приехал из армии. Сережа, он в хороших отношениях зашел, и он с ним. Ну, я решил сфотографировать на память. Парень, я вернулся из армии. Как я как-то что-то сделал не так. Он сразу раз за отца. Что, от причастия отлучат? Он верит-то в причастие. Он не в Бога не верит совсем. Ну, раз так священники наставили, он так и делает. Там Сталин наставил, тут Берия, там Гитлер. Да что за ответ такой? А и священники так наставили. Ну, он священник-то, на суде Божьем, кто? Серафим Саровский ни одного не мог вымолить. А он священник. Да разве Господь сказал, он говорит, вожди слепые, и оба упадут в яму. И ты это говоришь оправдательно. А ему же священник сказал, а тут свой полный. Обгонит. Если ты хоть где-то там раз, где-то пойдешь, скажешь, все. А у них Никон, Никоньяни, Никон, Никоньяни. То есть они засыклились на 300 лет позади. На благовестие за 300 лет ни одного человека не послали. Это что, нормально? За 300 лет. И главное, Библию я когда приехал, тут Библии-то ни у кого не было вообще. Александру Ивановичу я подарил Новый Завет. Один из самых смелых, сильных, приговоренных к расстрелу в свое время было. У него Нового Завета даже не было. Семья, 10 ребятишек. На русском языке нельзя, почему Никоньяни испортили. Текст неправильный. А как его, говорю, узнали? А с какого языка переводили, не знает. Я говорю, ну с греческого. Вы знаете греческий? Нет. Ну сделайте сравнение, скажите, вот это слово, оно не так. А вот, допустим, с арамейского, это Евангелие от Матфея, а ветки завет с еврейского. Ну и перевод септуагинты пользовались, вульгатой, арабский. Там много что это, чтобы узнать, как толкуют святые отцы. У них нет Библии. И у них главная поговорка. Кто Библию читает, с ума сходит. А если до конца дочитал, он навсегда смехнулся. Со своего ума. Ну вот я приехал-то, когда у вас, в Новосибирске, там же с собой познакомился-то. И что они там, благовестники были или нет? А у них главная радость, это тянуть песни. Это он Аминь хочет сказать. В среду начнёт, в четверг, вешеру кончат. И главное, вся радость. А какая радость? Без выпивки нет нигде. Нигде. Люды, это, как звали? А это был там священник-то, сестра его. Ну, я приехал, у вас три девушки было Это одна-то ща была Кто она? Лида Лида, чья она фамилия? Вот и все Не знаешь, брат у нее священник был, как звать? Он дьяконом был Дьяконом, да? Да Ну и как его звать? Она где? Умерла, он где? Умер, да? Нет Не знаешь На самолет садится, на трап Еще он там с ними разговаривал, благословлял Или еще упал под трап самолета Но он пил Он пил, а кто не пил? Она пила? Да И она пила Вот здесь показывают старообрядцев У них съемка идет, пришли там в Америке все И он их провожает, еще вышел со стаканом Ну, выпьем за то, что мы приехали Один выпил и все Другой показывают в Аргентину Вот сейчас, говорит, нас встречали, показывают Все лежат уже пьяные, развалились и все Это в них радость А потом, когда проснутся, начинает тянуть аминь Самую качественную резину нашли И вот они боятся Всех боятся Он у нас был, молодой парень Он ходил в храм Ходил Приструнили, больше не пришел На занятия ходил? Нет И сразу у него ненависть Игнатий преподает, я не приду Когда его не будет, я буду Только явился Увидел, у меня домик стоит А я в этот домик хочу Мне этот домик надо Все нормально? Ты знаешь, у тебя, когда они пришли, сидели С Катей разговаривали Я им сказал, да ты стройся, где тебе надо А там ограда К ней не надо отвернуть У бабки Ну, бабка одна живет У меня отец один живет На сколько комнат Ну, там или здесь Ни с кем не уживаются Вот суть-то какая Я когда узнал, что это кто-то твой родственник Я как же пойду-то Она еще не понимает, чем ей грозит Я пожалел ее А ты бы сказала А ты не бойся, приди Ты могла их привезти Почему не привела? Ну, времени уже не было Да вранье После этого После целых час просидели-то Времени у них не было Для того, чтобы подойти Зайти и сказать Здравствуйте Я хочу, чтобы вы сняли Мы споем Времени не было Старобряческая гнусность А вот смотри После всего этого Вот Теперь я сейчас покажу Это они выходят? Снимай Да Ну Вот они рукой помахала Пошла Вот они пошли Все, смотри Это я стою Теперь я руковожу Смотри Сейчас я показываю Где они идут Вот они пошли Снимай На весь экран у себя там Делай так С подружкой Это кто справа идет? Подружка? Да А Валя маленькая Она отлично случилась Теперь Дальше Они идут Вот они где Мимо нашего Теперь я Ну, хорошо видать? Да Хорошо Теперь что? Вот они подходят Платочки Шапочки Ну, все Ну, нормально Все И Старобряцы Племянница была Ручка вернее Училась на пятерке Девчонка Хорошая девчонка такая И вот Ты не завела Даже на одну минутку Ольга тогда приезжала Точно так же промелькнула Это уж я настаиваю иногда То есть Не нуждайтесь И вдруг придумала ее снимать Но она хотела Чтобы сняли Хотела Почему не зашла? Это уже навсегда ушло Сегодня уже ролик стоял Они поют Больше ничего нету Просто они хотели пропеть По-старобрядчески Пожалуйста Она не понимает Что поет Но она тянет и тянет Ее уже научили Все это Мертвая старобрядка Что? Они бамтистские псалмы Еще пели Ну, чтобы никто не знал Узнает Если узнают Володя Долгов Или Федя Устинов Да что они с ними сделают-то? Ничего нельзя не трогать Наша старобрядческая Вот я приехал Когда в Новосибирск А я же еще не знал-то Никон Никон Что тут Никон-то? Я знаю Ну, был Никон там 300 лет назад Никон А это Никон-Яни В храм заходить нельзя Твоя мама Когда не было своих Там старобрядцев Ходила хоть раз в храм? Нет Никогда Никогда Ну, ты Завернись так Чтобы лицо Ну, что ты замер Там это Вот Вот они стоят Теперь смотри Я дальше опускаю И гляди Гляди Не отвлекайся Вот они Десятка Все, пошли Теперь мне надо Другое здесь посмотреть Вон они пошли Вон они Непонятное такое Записывать вещи Я вот это Не могу никому дать Это можно В любом Безе записывать Я поэтому Даже не пошел Вот она идет Все Ну, она еще Вспоминала Как было хорошо В лагере Они же в лагере Постоянно Ну, хорошо в лагере Было Ну, хорошо и хорошо В лагере Будем все время Вспоминать Ну, сегодня у тебя жизнь Мы расстались Не виделись лет пять Не меньше Не виделись вообще С нею Она пришла Была в лагере Ни слова благодарности Ничего нету Нету Ну, хотя бы Одна Одна зашла Она всегда Благодарит тебя За все Мне, говорит Очень нравится Я спрашиваю Почему не зашла Ты же все это Говоришь в оправдании Ты за стенкой И ты их не завела Сюда Почему не завела Так, что-то Быстренько Что-то шевелится Жорнова крутятся Еще там Почему не завела Сюда На минутку Поблагодарить Она благодарит Наверное Благодарит меня Так я живой Поблагодари меня Ты где благодаришь За стенкой За стенкой Она благодарит Там меня И она там Где-то дома Смотрит Батвистские песни Поет Научилась И там она Благодарит Но чтобы никто Не знал Вы что из людей Сделали-то Участь бы Сделала где Слышала Да это не из-за 21-27 Откровение В озере Огненном Это дрова Я вот Пришла в прошлый раз Ее вторая сестра Валя Она замуж вышла А у нас Праздник был Молитвы были 12 часов Моление было Ну так 12 часов Когда студенты Когда пройдут Конкурс Их примут Они кого-то Не примут И то только 45 минут 45 минут Так он На родном языке Преподаватель Преподает Говорит Они друг друга Видят Здесь ничего Никто не видит Только затылки Друг друга Видят И 12 часов Они стоят Как Ну все Это выходили Да выходили В туалет Надо сходить И все Так а зачем Это говорить А священник То бедный Как это Он же никуда Тоже меняется Иногда Выходит Помоет руки А потом Зайдет Дальше Служит 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 Кому Никто Ничего Не понимает Я говорю А какой у вас праздник Ну Это у нас там Рождества Как пресвятые Богородицы Ну правильно А что это такое Он ничего не может Объяснить Она биографию Богородицы Не знает даже Старшая сестра Ну я говорю Праздник-то праздновать Ну это Ну могла бы Хотя бы Престольный праздник Ну объясни Что это Другого-то Нет У ней Мужница Из Хабаровска Нашелся Где-то И с ним Даже встречались Володя Устинов Старообрядец И кто говорит Ой-ой-ой Ничего Нигде Только Старообрядческая Александр Иванович Принес Блаженов и Филак Читать нельзя Он испорченный Александр Иванович Самый просвещенный был А еще сектанты Эти Никоняне перепортили Ну как вы В оригинал видели Как Блаженов и Филак На греческом языке Нет А с чем вы сравниваете Ни с чем Со своими мозгами Этот Который Тимофеев Звать Я даже узнал Ему надо было Трехтомник дать И не зашли Даже рядом были И не зашли А кому ее дать То где Ну а может Переслать То есть Он меня в упор Не видит Он плюется А я ему должен дать Так ну и Создайте тогда сами То есть Человека ненавистнического Более свирепой Общества Нету у нас Я знаю Со всеми сектантами Более свирепого Нет нигде Из-за указки На смерть бьются Андрей Федотович Долгов Руководитель здесь У них Клироса Приехал в Москву А там Морозовская пенет Они его сразу Отторжают Ты не так поешь Ноту не так взял Сразу оттолкнули И все Больше никак Сегодня Выходят и говорят Вот тут есть Игнатий Лапин С ним никто Из старобрядцев Не потянет Спорить Был один человек Но его нету Евгений Как его фамилия Бобков Бобков Евгений А у него отец Был Алексей Он меня завел туда И оставил ночевать В старой обрядческой Библиотеке Я там сколько Выписывал Сидел И когда они Нас отлучали От причастия Отец Трофим Там Ходотайство Я это все Опубликовал Где И когда Мы пришли В Москву Приехали Там был отец Ян Сахаров Он вот так вот Сел рядом Здоровый такой Священник Обнял Говорит Хорошо что вы Все это выдержали Теперь мы можем Сказать кто на вас Кляузу написал Да отец Павел Морозов А его самого Запретили Он меня коснулся Ездил по всей стране Как только на меня напал Его сразу Бог вычеркнул Еще непонятно было Мало того С него сан сняли Это мало того Запретили отпевать Я такого даже Не слыхал То есть Вещь на нафиг Его предали Не трожь По славянски Говорит Не замай Ты его знала отца Он проповедовал Чтобы замуж не выходили Не послушалась его Мучаешься со мной Всю жизнь Вот так было Нет А Маша Теперь Отдельно Дочь Организовала Отдельное Общество Которое Вообще Объявило Все старобрящество Иритическим И все Отца Павла Прослушили И когда он мне Я сейчас говорю Полпредложения Группа Я скажу тебе Мы сидели Когда там И тогда Все с меня Сняли А обвинений Никаких нету Прилучили нас И мы с тобой Радостно И выходим Выходим В тамбуре В это время Евгений Бабков Он был грамотный Институт закончен Архитектурный Кажется В Москве А вы что здесь А что он на меня имел А то что я Когда поздравительное писал То баптистам И старобрядцам И которые на них Я положил туда И назвал Братья Все остроты А они сразу высчитали Так это Баптистская Так он после этого Андрей Федотович Долгов приедет Он говорит Мы с ним долго гуляли Ночью при Луне Он только одно повторял С Игнатьем не встречайся Я прошу не встречайся То есть тебе та же дорога будет И когда нас Обратно прилучили Объявили Как они там Загомозились все Кого прилучаете Да мы вас Александр Иванович говорит Зачем вам это И вас туда же мы Андрей вышел И тебя туда же То есть это Свирепые звери Даже среди Фашистов Коммунистов Трудно найти Александр Иванович Слишком многое хотите А когда батюшка Вот поехал А Володя Долгов На меня нападает Батюшка Наш спокойный Такой Скажи вот такой Ты знаешь Игнатьев Игнатьев сидел Да Сидел Ну и сидел За что сидел Ну проповедовал А ты где в это время сидел Ты сидел в тюрьме За то что людей грабил Из старобряжской семьи Так нет Так на кого ты нападаешь Ты Володя маленько Ты себя Подумай Владимир Андреевич Сколько ты девок Перепортил до свадьбы Из старобряжской семьи Мы сидим Он заходит Поблагослови Сумка большая в руках Бог благословит В старобряжской Квата всегда И он за дверью пошел Я говорю А что ты благословил Не знаю Я говорю Верни его сейчас Он вернул Я говорю Спроси Что у него в сумке Полная сумка Он открыл Полная сумка Вина купленного В бутылке Так сынок Как это Ну ты уже благословил Теперь ты не имеешь права Оставлять Пускай допивают Отпусти ты его Я говорю Конкретно называя Имена фамилии Которые сейчас Лютуют просто Лютуют Вот о Феде Даже Володя Устинов Уже терпеливый Как будто И говорит Я ему написал Несколько месяцев Библии Так он на меня взъелся Всяко обзывают Так а за что За что он меня Тоже старобрядец Тоже к нам ходить нельзя Но он среди нас Пооптерся Маленько Уже не так понимает И хорошее основное Отошение Я опять за то же Почему ты вчера Их не завела ко мне Они бы пропели Они хотели пропеть Почему не завела А что я хожу Вылавлю И мне это не почину Ты за стенкой Была рядом Ты знаешь Что она мне и чужая Хорошее отношение Ну давайте зайдем Хотя одно слово Скажи Дверь приоткори Скажи спасибо Скорее закрой Чтобы ни коньянская ересь Тебя не сдурила Ну еще Из Новосибирска ехали А зачем приехали сюда Пропеть Жениха искали Ну прямо Как нет Как нет Да у нас оттуда Приезжал Стоял Приезжал Я могу назвать Даже специально Зачем Небесту искали У нас Своих нету Или Каждой Жене надо Посмотреть Профилактику Давайте Молодьбой Он был у нас Парень Это посмотрел У нас тут Маша была Тут еще кто-то был Я только одно Сказал Старобряться Не переходить Это смерть Нет Смерть Ты почему не завела Тебе еще раз На минутку Я тебе Прошлый раз Выговаривал Когда приезжали Ты не завела Ну на одну минутку Заведи Хотя бы До свидания Сказать Твое отношение Выходит не лучше Ты дальше Маленько Рассуждай С Валей Отношения Были Разные Я уж не говорю Что За что приходилось Ее греть За что Руки отрубают А это С этой Никогда ничего не было Самые хорошие отношения Она везде Тут отличница была И проще И хорошее отношение По сегодняшний день И ты не завела Она смотрит ролики Ну теперь на живого А надо глянуть Почему не завела Что бы сказать Так вот Чтобы вину в тебе найти Ты заперся Не открывал Нет Акаса Володя заходил Так что У тебя там собаки В доме были Нет Собак не было А почему же так Или еще Я бы из нее Какие-то котлеты Тут взял Нет Что же придумать Еще Пустую черепушку Скоблить Почему ты ее Не завела Ну я не Я не знаю Я не могу Ничего Отвести Не можешь сказать Тем более Она желала Понимаешь Тебе никогда не оправдаться Я гляжу А я бы пошел Пришел к ним Да давайте я вас запишу Они бы спрятались Под лавку Я тебе рассказываю Ее родной брат Как потеряевки был Если сидят где-то На скамейках Первый день Приехали Когда съемки идут Так он старался За жену Говорит Голову спрятать О как напугали Что причастие А зачем тебе причастие Когда ты трусливый Невежественный Писание-то Совсем не знают Совсем Но когда я стал спрашивать Как в армии Служил Он спокойно Все рассудил На улице стоим Подозрений нет Но если это Речь идет уже о вере Тут никак А попросить Мою землю И дом Это он пришел Как-то он без меня Туда не заселился Это все Это неудобно говорить Но к этому так же На его защиту Кто-то выступил Кто, Леша Вы хотите, чтобы так А тут готовые люди Приехали А вы не навстречу Я говорю Так вы купите дома Отдайте им Володя там за него Заступаться начал Старобрядец А он забился Взять Тесть у него На коленках Чурки потаскивает Он сидит И в окно смотрит Не вышел даже ни разу Еще тоже нормально Вы еще Кого хотите обманывать-то Прибыль-то только Через смешанные браки Как у мусульманина Любыми путями Чтобы она была мусульманка Так и здесь Любыми путями Чтобы она была Старобрядка Так Или не так Ну Кирилл Устинов Женился на этой Как? Повели довершать ее туда Поставили в тазик Довершил он ее После этого развелись Она ребенка на стороне Уже нажила Уже старобрядка только Теперь она старобрядка А он где? А он где хочет? Или я не правильно говорю? А они перед этим Гуляли на кладбище Там на Мирском И там крыжовник растет Пришли ко мне Вот мы были Мы молились Николичу Дотворцу Чтобы наши пути Соединились Я говорю Да вы друг друга-то не знаете Это же я на него Смотрю Ну лодырь-то какой он Двух поросят Маленьких держит А что? А у богатых людей Сейчас Чтобы небольшие поросята были Их яблоками начиняют Ты богатого Хоть одного знаешь А поросята бегают И визжат Голодные Карпивы нету А рядом его Родной брат живет У того там Я не знаю сколько их Не сосчитаешь У Володи этого было Сто свиней Плотникова А вот он два поросенка Бегает И живет-то у тещи еще На дому Это Но зато это Наш старообрядец Ну Я на одной Старообрядческой свадьбе Был Два брата На одной В одном городе Ну или в деревне Где-то Может не буду говорить Ну Меня пригласили Я родственник Гляжу Им надо денег Он берет вот так вот С собой Перед собой Два щелка Один синий Другой красный Так Кто за то Чтобы первый ребенок Был Сын В красный кладите А чтобы дочь Кто В синий И пошел по кругу Я так Ну разве это От щелков зависит Будет или не будет И что Тот кто ходил Бесплодный нету И тот Кому собирали Дядя Бог вырезал Нету Ни одного ребенка А теперь Помолитесь Чтоб ребенок был Зачем Вы против Бога восстали Не за деньги Не за материнский капитал Зарабатывали Говорит Вон Мустархановна Как это Михайлович говорит По любви дети Рождались Здесь два Притом У обоих Родственники Все многодетные Деды по 10 детей Имели Живые С щелками пошли И никто Ничего не сказал И это уже навсегда Все Вырезал Бог И у той И у другой И у мужей Вырезал А они из подавитых Семей Что непонятно Бога не знают Все мирское Или не слышала Про такое Не слышала И не видела Да Ну ладно Счастливой дни не будут Ты же со мной была Вот в чем дело Мимо пропустила Мимо глаз Со мной была Тоже на свадьбе И не помнишь Безумие Понятно А что ты помнишь Главное Чтобы Не причастили А дальше Это что Так вот Сегодня Я тебя спрашиваю Почему ты не завела Ко мне Таких внучаток Замечательно С девушкой Познакомился бы я Что-то подарил бы Нет ничего Нету И теперь Ты их сюда Уже не заманишь А ролик Я выставлю Я расскажу Что вы с ними Делаете Делаете Тупыми Необразованными Злобными Она зато Нигде Она не бывает То есть Настолько Высоко О себе Мнение В один Православный Храм Зайти нельзя Православному Священнику Подойти нельзя Вот У нас был Знакомый Священник Один Кандидат Богословских Наук Отец Александр Иванович Пивоваров Его Брат родной Борис Магистр Богословия В Академгородке Служит Новосибирском И вот Он знакомый Отец Близко был Мы с ним знакомы С Андрюшей И он говорит А у вас можно Прийти на богослужение Можно Ну Он говорит Это я знаю Двуперсия Там Где кланяться Как Все посмотрел Все как надо Ну его же видно Ну он в одеянии Своем И вот Андрей Педот Еще Привел На Вражной Был там Храм у них На Вражной Там мы с тобой Познакомились Околомарх Афанасьевна И вот Дальше Это все развивается События Развиваются Но Припомни Как было И Андрюша Говорит Я его привел Он зашел Все поклоны Сделал Земные достойно Просчитал Молится Как шум пошел И Каньянский поп Зашел Он воздух Отравляет Тут Я подходит Дергает Выйдем Поговорим Это когда Дедешь в поезде В вокзал Выйдем Я тебе ножом Пырну Он показывает Опять Походили Не знаю Что делать Там до самого Таря зашумело А Андрей стоит Никак Вывести его надо Вывести надо Он не мешает Не разговаривает Молиться нельзя Скверняет Это надо людей На такую высоту Вознести То есть На таких глубин Преисподней И наконец Когда кончилось Даже Теперь они уже Все что за это время Не могли вывести В них накопилось Они прямо Буквально толчками С ограды выйдете Мы говорят Идем по улице А там проспект красный Уже до самого Они говорят Все еще за нами И все Я остановился Ну вы помните Что вы делаете Он что-то нарушил А они его туда Сопровождают Дальше Это Андрей Педотович Долгов мне говорит Что врет Ты веришь в это? Веришь Из этого гнезда Потому что Ты все это видела Своими глазами Это такое и есть Я поехал Твоя мать Агриппина Евсеевна Шадрина Моя теща Правильно говорю? Да Правильно Она умерла Я приехал Я стою у дверей У них там что-то Уже Или за какой-то Молебин что ли Уже готовились Уже все Ни литургии Ничего не было Одна подходит А вы не Игнатий будете? Я показываю Молчи Она зашаборщала Опять туда Священнику Оттуда выходит Батюшка сказал Что мы вышли из храма Я стою на месте Ух Упорный какой И пошла дальше Понятно? Или не было этого? Вот так Их нельзя Изменить Об этом пишет, Кирилл Сахаров, он все по-старообрядчески ведет, повез своих людей там показать, какой старообрядческий старый там скит или монастырь был где-то, они прознали, двери заперли, еще лежали здесь смотрят а эти вышли из автобуса-то, они куда и те кричат, уходите никоньяни-то, а эти-то которые приехали-то ой, он на старообрядцах только много хорошего сказал, он говорит, ну чего обижаться это нашигнали их, а это только сказали уходите, там обозвали ну чего вы так уж, ну то другое так они то, где место из автобуса выходили, выходили, освящали, говорит это что, Бог повелел так делать а как же, Павел говорит, нижайше, не считаемся и прочее, не достоин называться, а почему помогли достать священство но теперь у них священство есть а на урывке нет священства, мы едем на проповедь идет впереди старообрядка я говорю, притормози, я быстренько раз, вышел и, нет, я говорю мы к вам приехали на урывку это Тюменцевский район теперь она, был шарчинский ну вот, Евангелие привезли я кержачка и дальше идет я тогда вперед к ней ну мы Евангелие даем но я же сказал, я кержачка никаких Евангелий не надо тут я кержачка но те, которые приезжают отец Никола Думна, белокринецкая иерархия они его на дух не хотят почему? а зачем? мама сказала, 77 вер, дочка но ты свое не меняй другой тут приезжает, говорит он сказал, мама умирала сказала, иконы держать только на подоконнике вешать нельзя и он теперь дом строит первым делом подоконник Дусе, говорит приехал, когда тут Саша был это, Болотов фамилии-то все у них Болотов болотный там или как зашел иконник у вас и помолиться некому Дусе, говорит я сейчас, она белила она скорее раз иконы принесла перед ним пожалуйста пожалуйста ко мне их Силуян Килин или Силин там его фамилия ко мне на дом пришел улица Никитинская 147 на второй этаж я его перед ним расстилаюсь а мне с вами есть нельзя а почему? у вас иконы нет я ему сразу старобрященские иконы ну ему никак нельзя есть есть охота он тогда дальше начинает а вот потому что я к нему под благословение благословлять нельзя я не коньянин-то я вижу он выкоморивает я говорю знаете нужда пристанет из помоенного ведра крошки будешь вылавлять есть ну тогда уж не ваться некуда а сам поехал с нашим Евтихием епископом в Австралии за ним в столом еле блины паста-то не видит я говорю о старой обречности зная его я там был благовестие абсолютно неприемлемое я ходил к баптистам они меня заели всю молодежь увел к баптистам написали жалобу так было всю а Андрей Долгов я пришел говорит Игнатий меня не видел как он с ними беседовал как баптисты смирялись вы хоть раз-то подите зачем смотреть ходить он ходил к ним все на этом разговаривать больше с ним не о чем то есть миссионеров у них не было ни одного и никогда не будет никогда а упорные какие у меня сестра вышла за него замуж-то и он даже мать она мать-то тоже старая обреченская ни разу мамой не назвал ни разу Мария Егоровна нельзя как бы не унизить себя а твоя мама моя мама всегда мама и более близких отношений кажется трудно найти было к слову сказать какие они были мудрые моя мама никогда за меня не заступала а твоя никогда за тебя не заступала только за меня я что еще хочу сказать а? когда я в школе работала еще и когда уверила то в конце года сказала детям о Боге они все время меня спрашивали там на атеистические беседы проводили на атеистические темы и каждый праздник и меня заставляли а я отказывалась ну и когда меня освободили от школы узнали что все сходили в церковь узнали где я живу все узнали экстренный педсовет и меня освободили из школы выгнали освободили без права быть учительностью и заниматься с детьми в детсадах да статью такую поставили ага а потом когда меня посадили ты была техничкой и ведро отобрали на улицу тебя выгнали да да ну и вот когда церкви то узнали что меня ой она не успела к Богу прийти только в церковь второй год еще и уже с работы ее уволили а я 25 лет хожу 25 лет и никто не знает что я хожу в церковь никто не знает я сказала я пошла к дяде Ивани к дяде Ивани а я говорю а Христа она не знает конечно а я говорю да как же можно говорю ведь невозможно зажегшую свечу поставить под сосуд или город не может укрыться наверху горы там города никакого нету там одна развалюшка стоит что интересно они когда строили новый вот этот крест был от Александра Ивановича мне рассказывают а уполноводщины сказал строите храм-то разрешение дали но крест так чтобы не было и они то в этот же крест отломили и все убрали вот как дело было и самое главное старообрядцев никогда не держит голубей никто а у нас появилась статья в Алтайской правде это губернская газета у злого человека голуби не водятся заголовок Наталья Сохарева и на две страницы я тогда в Алле говорю своей сестре она у старообрядцев я говорю а ты узнай есть или нет у старообрядцев где-нибудь в Советском Союзе хоть один голубей держит нигде нет потом прошло лет десять она говорит у нас сейчас человек появился один у него говорят голуби есть я говорю как так он из Никонян пришел так он пришел с голубями они у него там и были мусульмане самое настоящее по поведению ну все тогда все понятно и в следующий раз ты их уже не приведешь да по-моему правильно и сделала что не привела иначе бы ее там отлучили она девчонка в старуху превратилась бы до замужества от скорби печали а их отец Сергей всегда приезжает и помогает он не боится так что а что интересно она говорит сейчас даже ну занимались раньше Алена занималась воскресную школу завела да племянница а сейчас говорит и этого нет не читая слов не занимается только пением 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 и раз чтобы развесить как весел пусть поет псалмы а веселье только от выпивки выпить брашка что угодно делает а потом петь песни и про вакуума и про Морозову Ауля преподает в школе в частной школе преподает вокал уроки пения а на что заканчивала какие учреждения ну вот это на что по пению но это еще потерпят они ну все пока слава Иисусу слава Иисусу